Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працу Александр Гамоля. Глядится в этом выпуске. 12 человек стали переможцами областного конкурса по потребности талиновитых молодых ученых и специалистов. В регионе означается всплеск дорожного травматизма. У больницах Амаль-Напалова взросла колькость пациентов с гололедными травмами. На Гомельщину идут калядные морозы. В областном центре подвели выники доброчинной акции «Елка жаданья». Цю светный день снегу собрал Гомеля аматора улыжного спорту. А зараз об этом и иншим больше подробязно. 12 гомельчан стали переможцами областного конкурса по потребности талиновитых молодых ученых и специалистов. Кожная отримая премию Гомельского облвыконка мамаль 1400 рублёв. Церемония узнагородживания запланованная на конец студии и будет примиркованная до дня белорусской науки. Зладальником одной из премий сострелся наш корреспондент Марина Северьянова. У карьеры навукового супрацовника Института леса Марии Кодун-Ивановой гэта перша узнагорода такого кшталту. У секторе леса аднавлення яна працует 10-й год. Каже, што завсюды Марыла об навуковой деянности. Сё лето, наприклад, плануя оборонить кандыдацкую диссертацию. Я етэм агучыць складана, але сутнастю тым, што Марыя, дякуючу примененню биотехнологичных метадав, выросшивая клонированная осины. Древы маюць уникальны уластивасті. Наприклад, яны устойливые до адмонных природных уздеянняв и не схильные до гнияння. Загытые доследывания Мария Кодун-Иванова и удостоилася узнагороды облывы канкама. Осина – это быстрорастущая форма, она очень ценная порода, однако она не очень любит выращивать, потому что она очень сильно поражается сердцевиной гнилью. Поэтому в наши задачи входит отбирать сорта формы, которые устойчивы к сердцевине гнили, и в дальнейшем их размножать. Девчина удельничая у основных этапах выросшивания клонированных осин. Спочатку змешая на сене у специальный раствор, потом, что день назирая за ростом, контролюя, каб рослинам хапала свету и корыстных речевоу. С одного паростку методом чернковання можно отримать необмежованную колькость осин с высокоякосной драуниной. У весну со шклянок рослины отправляются на вопытные плантации. У нас есть несколько плантаций, опытно-промышленных, в Гомельском районе и в Речицком районе. Эти растения уже 5 или 6 лет плантациям. Они показывают большую устойчивость и быстрый рост. На сегодняшний день около 2000 растений. А кроме того, разом со своим новуковым керонником Мария Кудун-Иванова подрихтовала уникальный для Беларуси проект по выросшиванию фундука. На этом тдне его отправить в Минск. В этих условиях республики мы вполне можем выросшивать фундук и получать свой товарный орех. И вот развитие высокопродуктивных и ценных сортов и форм фундука – это наиболее одна из активных и перспективных задач будущего времени. На то, что финансование реализации проекта будет одобрено – великое спадевание. У таким выпадку, в будущем, харчовая галина Беларуси будет целком забеспечена айчинным фундуком. Марина Северьянова, Игорь Марыщенко, Тель-Радо, компания «Гомель». У наступных выпусках новинов мы протягнем, знаем вас злодальниками премии Гомельского облвыканкама. До инших тем, следующий комитет проводит проверку по факте гибели работника фермы в Речицком районе. Молодого мужчину затягнуло у корма раздатчик. Трагедия отбылась ранее с 14-го студеня на территории молочно-товарной фермы сельскохосподаршего предприемства «Фрунзы Агра» у вёсты Гончаровка. По попередней информации следующего комитета, живеловод прибыл на опрацовное место в стане алкогольного опьянения и был отхилен от працы. В праздник которой сейчас 30-й годовый супрацовник фермы был взнойден помеж валами раздатчика корму. Мужчина отрывал несумешальне с життём травмы. На место были выкликаны сопрацовники МНС, які вызволили загинавши гасты хнічные прилады. На данный момент Речицкий районный отдел следственного комитета проводит проверку по факту смерти 30-летнего животновода молочно-товарной фермы. Опрашиваются работники, администрация фермы. И в ходе проверки будут основлены все обстоятельства произошедшего. У региона означается всплеск дорожного травматизма. За три дни у авариях 9 человек отримали травмы, трое загинули. Усяго ДАИ зарегистровало 75 ДТЗ. Одно збойных здаренья отбылось в Гомельском районе 13-го студене. На автодорозе Сосновка-Абакумы водитель Фольцвагена выехал на сустречную полосу и сутыкнулся за автомобилем ГАЗ. Инициатором маневру и двое его пассажиров загинули на месте. Водитель другого автомобиля был доставлен в реанимацию. И еще одна тяжкая вара отбылась в субботу в Рейшинском районе. Травмы отримали одразу пять человек, среди которых 15 сегадовый подлеток. Водитель автомобиля Таюта Лэнд Крузер, неправильно выбрав скорость движения, а также не учтя погодные и металлогические условия, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Дача Логан. Детали ободовых ударения высветляются, ведется следство. До речи, усяго за минулые передвыходные и выходные дни сопрацовники ДАИ выявили больше, как 2500 порушений у правил дорожного руха. С уликами складанных умов на дворе и гололедецы треба быть особливо уважливыми на дорогах. Небеспечные умовы на дворе додали пациентов травматологичным пунктам. За последние сутки за допомогой у медустановы региона завернулося больше 160 человек. Звычайно, суточная колькость потерпелых на 40% меньше. Пациентов принимают травматологичные пункты и специализованные отделения. У областной больницы целком заполнены усеотповедные палаты, але поток пациентов не спыняется. У середням за одну годину урачи оказывают допомогу тром человекам. Большаясть люди середнего взрослого, але есть и дети. Самому маленькому пациенту усяго два годы. Наибольшее распоусюдженное и разом с тем самая складанная травма – перолом шейки бедра. На реабилитацию некоторых с таких пациентов потребно 6-8 месяцев. В связи с тяжелыми погодными условиями, количество обратившихся с каждым днем больше и больше. Наибольший наплыв, конечно же, это вечернее время суток, то есть после пяти вечера и порядка где-то до двух часов ночи. Очень большое количество обратившихся по приемному отделению, скажем так, в травмпунктах города Гомеля и приемных отделениях районных болезней. Медыки звертают увагу на основные правила безопасности подчас находжения на обледенелых участках дорог. Это зручный обуток на плоской подышве, повольный темп для людей сталого взрослого, выкористание палышки и инших подручных сродков перемещения. Калядные морозы прогнозуются в регионе. У ночь на 19-е студень очекается до минус 18 градусов. Как поведомили областным гидрометцентры, на этом тыне на Гомельщину пройдет часовое похолодание. У ближайшие сутки в особных районах махчимы невеликий снег. Температура поветра в ночи складе от минус шатурок до минус девяти. При прояснениях до минус трынадцати. У день чекается до семи градусов морозу. У сираду 18-го студень слубки термометра опустятся до минус шастнадцати в ночи. У день покажут до минус девяти. Будет переважно без опадков. Ветер не устойливый – два семь метров за секунду. Ночь на 19-е студень станет самой холодной на этом тыдне. Месяцами чекается до 18 градусов ниже и за ноль. У день 19-го студень будет до минус семи. После свята водохрыша температура в области поступово пачне повышаться. На выходных прогнозуется от 2 до 7 градусов мороза у ночи и до 2 градусов тепла у день. Во усіх храма Гомеля 18-го и 19-го студень будут освячать воду. Отбудутся святочные набаженствы. По традиции, головные водохрышинские мероприемства разгорнутся от 19-го студень на набережной Сожа. Хрестный ход и водоосвячение пройдутся в районе Киевского спуску. Так само жадаючие смогутся окунуться в воду у пляжной зоне слева от пешеходного моста. Место для обмывания приходжан будут обсталяваны и у приходах. На территории Спаса Преображенского храма купель будет працовать с 18-го годин 18-го студень до 22-го годин наступного дня. У храме святого Архангела Михаила можно будет окунуться в 18-го студень с 18-го до 21-го годин, 19-го студень с 10-го ранец до 9-го вечера. На возере Калякога размещенный храм святого великомученика Георгия Перамаганосца будет высечена купель, у якую можно будет окунуться в 19-го студень после ранечной литургии. Означим так само, что в 18-го студенье у храме пропадобного Микиты Спавядальника епископа Халкидонского у агрогородку Покалюбича открыется купель на месте, где бьют природные водные ключи. Тем часам у Гомеля подвели выники традиционной доброчинной акции «Елка жаданья» у студенты медицинского университета и супрацовники Ганлевого центра «Сакрет» завитали с подарунками областную детячую клиничную больницу. Тут яны наведали маленьких пациентов, от яких отмовились батьки. Организаторы доброчинного мероприемства привезли цацкие единичные остротки и детяше харчаванья. Коженому детяте яны пожадали моцного здоровья и выконания самых заповедных маров. Нагадаем, акция «Елка жаданья» устартовала еще в початку Снежня. Принять удел мог любой жадаюче. Для этого треба было взять записку за жаданием детяте и набыть отповедный подарунок. Акция у нас проходит 9-й год. Она подошла к своему логическому завершению. Мы ее открывали в начале декабря. Сейчас мы приехали уже в третье место. Это вручаем подарки деткам-отказничкам, либо которые находятся без родителей на лечении в областной клинической больнице. Подарки были собраны и на «Елке желаний», и также в благотворительной дискотеке проводились студентами медицинского университета. И это все совместно объединялось. И вот сейчас мы это доносим деткам. Голомельская мастерская Анастасия Шабалтас проставила свои работы у выставочной зале областного центра народной творчести. Экспозиция под названием «Докранание до пригожиха 30-е» по лику выстава автора. Ее склали 50 новых работ, написанных на протягу минулого года. Мастерская працует в технице олейного живопису. Любимые мотивы, портреты, бытовые сюжеты, пейзажи. Эмоциональный и экспрессивный живопис погружает глядача у свет в образов. Показать себя изнутри, донести именно свой внутренний мир. И есть то, что я понимаю, что очень близко людям. И хочется им сделать приятно и показать то, что я могу для них сделать. Тема космоса, тема чего-то такого, за гранью чего-то, не каждый понимает, не каждый оценит. Вальс, полонез и разные контрдансы складывают основу танцевальной программы зимового балю православной молоди «Калядный суд». Он пройдет 22-го студеня у Гомеле. Программа включает два танцевальные отделения, у которых черговость танцев расписана по номерах. Чекается, что «Калядный суд» сберет не только Жихарова областного центра, а и танцевальные пары из других городов Беларуси. Как принято на подобных вечеринах, у антракта худельника в балю чекает фуршет, салонные гульни, фотосалоны и множество других сюрпризов. У Гомеля значили су-светный день снегу. Спортивное свято разгорнулося в заречной зоне сожа. Массовый забег на лыжах, а так само шматликие снежные забавы – все подробязности в наступном репортаже. Масштабная и ведущая свято снегу все лето собрало у Гомеля великую колькость юных и дорослых аматоров зимовых забав. Хорошистое построение – словы пожадания от организаторов мероприемства. До всех присутных звернулся наместник старшини гомельского Аблбы Конкама Владимир Прывалов. Он отзнашил со сцены, что здоровый ладжиття, занятки физичной культурой и спортом – основные приоритеты развития нашей краины. Основная задача, которую мы ставим перед собой, конечно, это процентный охват занятия физической культурой и спортом. Ведь чем больше мы привлечем людей к занятию физической культурой и спортом, тем меньше будет в работе нашим медицинским работникам. И основная задача – сплотить людей, предоставить им возможность посоревноваться и доказать, кто из них сильнейший именно в направлении лыжного спорта, в других каких-то соревнованиях. Эту задачу ставит сегодня и глава государства, и губернатор Владимир Андреевич, дворник. И согласно вот этим направлениям мы сегодня и движемся. После распрощались обода и самые массовые из поборництвы – забег на лыжах. У им приняли удел наученцы средних специальных и высшейших научальных установ, а так само – усе жадающие. Лыжный забег объеднал представников самых розных взрослых. Сирот наибольш вопытных, аматоры – яким за 50. Девчины и женщины переодоливали один километр, хлопцы и мужчины – два с половой. Нава для самых подрыхтованных, гэты и дистанции стали тяжко переодольными. Однако настрой во всех удельников лыжной гонки был боевым. Участвовала до этого, но было проще мне немножко, потому что я накануне тренировалась. Сейчас первый раз в этом году получилось, так что тяжеловато. Но зато здорово. Эмоции замечательные. Я считаю, что каждый должен попробовать, поучаствовать в этом. Получится, не получится, но поучаствовать нужно. В борьбе равных тем, кому за 50, ну, где-то пришел пятерки лучших. Удовлетворение, конечно, получил колоссальное. Во-первых, потому что праздничная такая обстановка, музыка, много смеха, улыбок. Все очень хорошо. Переможцы лыжной гонки отрымали гоноровые дипломы и медали, а усе без выключения зарад бадерости и доброго настрою. До того ж, подчас проведения у заречной зоны раки СОЖ «Святоснегу», усе жадают, что и так само смогли проявить себе у широку цикавых и займальных викторин. У целом «Святоснегу» у Гомеля пройшло масштабно и весело. Кожный смог найти для себя заняток по интересах, отрымать зарад позитиву и приемных уражений. А что самое главное – долучиться до активного и здорового ладу життя. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Александр Харлампов, телерадиокампания «Гомель». Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гомоля. Добрых вам новинов и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин